что вы знаете о битве при молоде как битва при молоде либо молодинская битва а поточнее 1572 год так интересного какой местный вид молоде в подмосковье подмосковье 1572 2 поплыл что вы знаете о молодинской битве ничего 16 век битва при молоде нет не знаю что извините или битва при молоде в порядке нищего ха 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 ничего история у меня проблемы спасибо какая битва молодинская битва при молоде не помню ха ха знаете я стыдно молодец к битве вам особо ничего не расскажу ладно что за нет давайте это не совсем тимати все войны состоят из битв в которых одерживает победу та или другая сторона противников часто война затягивается на годы и тогда гибнет огромное количество не только воинов но и мирного населения однако есть битвы которые решают все разом либо побежденная сторона сдается на милость победителя становясь вассалом и источником обогащения нападавшей стороны либо раз и навсегда отбрасывает агрессора со своих территорий такой великой битвой была забытая битва при молодях крымское ханство являлось частью османской империи одной из величайших империй эпохи позднего средневековья со времени образования империи в 1299 году ее владения распространились на юго-восток европы балканы север африки кавказ ближний восток а также империя раскинулась на нынешний юг украины и россии османская империя имела сильнейшую армию мира постоянно воевала и уничтожала войска других государств устанавливая на завоеванных территориях свои законы управления сбор дани и правила торговых отношений в середине 16 века империя подчинила себе казанское ханство астраханское и крымское и поэтому русское царство или московское государство оказалось в полукольце мусульманских ханств постоянные разбойные набеги крымских татар на города и села разоряли то одну то другую область руси плененных детей женщин увозили в бахчисарай и перепродавали в стамбул а прошедший эпидемию чумы и голод нанесли колоссальные человеческие потери в том числе и в армии иван грозный разрубил петлю которая душила русское царство было отвоевано казанское и астраханское ханство уже тогда отличился воевода михаил воротынский как один из руководителей казанских походов 1545 1552 годов за взятие казани он был включен в состав ближней думы царя михаил иванович воротынский русский воевода и боярин из рода верховских князей воротынских выдающийся полководец команды береговой пратию в 1571 году он составляет первый на руси устав о станичной и стражевой службе в этом же году основал крепость воронеж названную в его честь воро онеж крымское ханство зная о победах ивана грозного на время притихло и пока не осмеливалась совершать набеги но россия начала тяжелую и затяжную ливонскую войну куда тут же вмешались государства европы польша литва швеция римский папа германский император и тогда правители крымского ханства решили действовать весной 1571 года османской империи на москву был направлен крымский хан зевлет гирей 1 40 тысячный армии крымских татар и турок хан знал что основная часть русских войск находится в прибалтике что иван четвертый перенес столицу в новгород туда же переместилась царской резиденции вместе с казной царскими архивами личной гвардии и двадцатитысячной армии охранять подступы к москве было поручено воеводе ивану бельскому около серпухова стоял большой полк русичий поджидая татар в конце мая войска диурет гирея подошли к реке оке он знал точное расположение войск бельского и с помощью перебежчиков посланных изменником князем настиславским дивлет гирей обойдя засечные линии перевел свою армию через брод реки оки обошел войско бельского и выйдя на серпуховской тракту стремился к русской столице бельский узнал о маневре хана мгновенно покинул серпухов и совершил труднейший марш-бросок обогнав крымских татар окольными дорогами 3 июня 1571 года воевода вошел со своим войском в уже горящую москву крымские войска успели разорить незащищенные слободы и деревни вокруг москвы а затем подожгли предместе столицы из-за сильного ветра огонь быстро распространился по деревянному городу войско бельского дало отпор ханским войскам но было разгромлено сам же воевода погиб от пожара достойный отпор татаром оказал лишь полк земского воевода михаила воротынского стоявший в районе современной таганки именно он продолжил преследование орды до самой оки отбивая пленных и уничтожая увлекшихся грабежом и отставших от основного войска татар по иноземным источникам в городе проживало более ста тысяч жителей по тем временам подобное селение считалось огромнейшим мегаполис после нашествия крымских татар осталось не более 35 тысяч жителей москва сгорела почти дотла огонь не затронул только кремль который к тому времени был уже каменным у современных археологов есть такой термин слой пожара если проводить раскопки то слой пожара невозможно не заметить будут обнаружены завалы обгорелых бревен зала обугленное зерно останки погибших в огне животных и людей в москве эти самые слои стали одними из основных признаков благодаря которым археологи датируют свои находки и один из самых драматичных слоев приходится как раз на 1571 после сожжения москвы крымчаки ушли по рязанской дороге в степь войска девлет гирея продолжали грабить и разорять центральной области руси и вырезали население в 36 русских городах в итоге этого набега было перебито до 80 тысяч русских людей а около 60 тысяч было уведено в плен которых вместе со скотом гнали в крым чтобы потом продать на рынках рабов османской империи в результате московского похода девлет гирей первый получил прозвище взявший трон положение на руси стало критическим одна армия погибла в москве другая армия была разбита под ревелем тогда царь иван грозный вынужденно пошел на уступки он направил послов стамбул и бахчисарай с предложением уступить астрахань и уйти стерика но султан османской империи селим второй потребовал отдать еще и казань самому же ивану четвертому признать себя и русское царство вассалом османской империи одевает гирей расценил уступки по-иному он уже знал как можно побеждать русских сжигать города грабить и уводить в полон и тогда при очередной поддержке османской империи а также купцов работорговцев консоров того времени с которыми хан расплачивался ярлыками на беспошлиную торговлю по волге и оке дивлет гирей его военачальники решились на полномасштабный поход снова напасть на москву добить остатки русской армии и таким образом подчинить все русское царство иван грозный понял что договориться с ханом не получится и предпринял ответные действия была создана береговая рать по береговой линии реки аки была возобновлена засечная черта задачи береговой рации было курсировать вдоль аки а командовать ратью иван грозный назначил земского военачальника михаила воротынского засечная черта это сложнейшее инженерное сооружение по трудности преодоления которые можно сравнить с крепостной стеной города засечная черта требовала планирование и выделение денежных средств на содержание включая остроги с постоянно действующим гарнизоном за засечной чертой это примерное расстояние от калуги до коломны больше двухсот километров велась непрерывная дозорная служба на северном берегу аки в места где засечная черта пересекалась с основными дорогами на москву стояли могучие города крепости к моменту татарского нашествия в 1572 году в них находились основные силы русской армии самой неприступной была крепость серпухов девлет гири первый собрал огромное войско две ногайские орды племена чаркесов были поняты ополченцы турецких городов очакова кафы азова темрюка тамани султан селим второй прислал полки янычар точное количество ханского войска неизвестно данные разнятся от 60 тысяч до 120 тысяч человек среди которых было около 40 тысяч а по некоторым данным 80 тысяч всадников крымского ханства 20 тысяч турецкой пехоты 7 тысяч турецких янычар всадников ногайской орды от 7 до 10 тысяч пушки для взятия городов с войсками двигались турецкие чиновники готовые принять в управление захваченные русские области и в начале июля 1572 года армия девалет гирея первого выдвинулась на север на русское царство надвигалась катастрофа надежды отстоять полуразрушенный после пожара москву с малым количеством воинов у ивана грозного практически не было дошла запись разрядного приказа сколько же удалось набрать воин было собрано несколько полков из детей боярских и дворян 11 тысяч девятьсот девяносто стрельцов 3800 городовых казаков аналог стрельцов печального боя ратников северных земель монастырские лют или войска нанятые монастырями тысяча девятьсот человек также на службу были взяты немецкие наемники рейтары 300 всадников и того 20 тысяч 34 воинов есть еще данные что к полкам примкнулись донские казаки михаила черкошенина в составе около четырех тысяч человек 7 тысяч немецких наемников и гвардейских мушкетеров посланных иваном грозным в помощь рейтары наемные конные полки в европе россии рейтары были одеты в доспехи их арсенал включал несколько тяжелых крупнокалиберных пистолетов всадники предпочитали расстреливать пехоту прямо с коня янычары регулярная пехота османской империи личная гвардия султана состоявший из профессиональных воинов официально считавшихся султанскими рабами набор детей в янычары проводился исключительно из христианских детей где также было много славян мальчика в 6 8 лет обращали в ислам воспитывали в турецких семьях наравне с родными детьми учили военному делу из детства прививали им чувство безграничной веры в турецкого османского султана и уверенность в превосходстве янычарского боевого братства над всем остальным миром хан дивлет гирей неоднократно заявлял что едет в москву на царство и войско не совершая привычных набегов и грабежей населения в полной уверенности что особо ему сопротивляться некому неспешно двигалась к москве за легкой добычей растянувшись на 15 верст и 26 июля полки хана подошли к оке близ серпухова и сразу же пошли на приступ окского рубежа взять который не смогли тогда дивлет гирей схитрил выставив напротив серпухова демонстрационный отряд с осадной артиллерией делая вид что намеревается форсировать реку при этом основная часть войска разделилась пополам и войско состоявшие из ногайских орд пошло в обход серпухова и по западной стороне а войско под управлением девея мурзы правой руки хана и верховного главнокомандующего пошла восточнее серпухова целью было обойти русские позиции и отрезать их от москвы затем выманить вратынского из гарнизона и встретив войска русских уничтожить их численным превосходством 27 июля место под названием сенькин брод впадение реки лопаст не в реку аку именно здесь в 1380 году дмитрий донской переправлялся на куликово поле теперь это место стало переправой для главнокомандующего девея мурзы двигавшегося на москву обойдя таким образом серпухов войска хана девлет гирея объединились и направились на столицу до которой оставалось 50 верст воротынский понял что отрезан от столицы но он был готов к подобному развитию событий воротынский отдал приказ опричному воеводе дмитрию хворостинину напасть на арьергард орды передовой конный полк составе четырех тысяч четырехсот семидесяти пяти человек и трехсот наемников рейтар 30 июля у села молоди догнал 15-северстовую колонну крымчаков и ударил по ханскому арьергарду с обозами и поживой силе противника уничтожив почти всех сам же девлет гирей уже был в районе подольска у реки пахры не желая оставлять русские войска в своем тылу взбешенных хан отправил двенадцати тысячные войска на помощь арьергарду к молодям с приказом уничтожить напавший отряд хворостенян отступая по серпуховской дороге от превосходящих сил противника завлек ордынский полк прямо в засаду на подготовленном ранее воротынским гуляй городом гуляй город град обоз передвижное мобильное полевое укрепление известны еще со времен скифских племен представлял собой комплекс прочных телег способных в считанные часы соединиться образовав защитное сооружение для ведения огневого боя оснащенных большими щитами сделанных из толстых дубовых досок создавая своеобразную крепость нужной формы в щитах имелись бойницы для пищали или пушек малых калибров что позволяло стрельцам перезаряжать оружие не опасаясь нападения вражеской конницы отражать атаку противника у переправы через реку рожай на холме был поставлен замаскированный и укрепленный гуляй город внутри города занял позицию большой полк остальные полки прикрывали его по флангам скрываясь в окрестных лесах у подножия холма стояла три тысячи стрельцов на пищалях для поддержки воевод хворостинен искусным маневром привел 12 тысяч врагов прямо под огонь русских пушек пищали и мушкетов часть войска мгновенно было уничтожено часть бежала назад к основным войскам орды и тогда 31 июля разъяренный девлет гирей развернул все свое войско и направил его на взятие гуляй города началась самая тяжелая и кровопролитная битва того времени крымчаки всей массы обрушились на русских тотальное превосходство наших войск в огнестрельном орудии в виде пушек и пищали позволило отбивать постоянный непрекращающийся штурм ханской орды на мобильную крепость подступы к городу устилали одни трупы битва несколько раз прерывалась потери крымчаков были велики погиб один из лучших полководцев хана нагаяц теребердей мурза когда татары отступали от города их настигали передовые отряды русской легкой конницы выезжавшие из города 1 августа в одной из таких постоянных вылазок в плен попал верховный главнокомандующий армии крымского хана девей мурза боярские сыны суздаля крещеный татарин темир иван шибаев сын алалыкин убил под мурзой лошадь и взял последнего в полон землет гирей нес огромные потери от огнестрельного огня и после пленения главнокомандующего не решался идти на очередной штурм города он отвел войска в тыл и дал им возможность перегруппироваться русская армия тоже несла потери у холма гуляя города погибли шесть полков московских стрельцов было очень жарко наши воины были заперты в городе без воды еды и фуража заканчивался огневой припас было очень много раненых тогда ратники стали рыть колодцы и таким образом держались и продолжали делать вылазки силы удерживать позиции были на исходе и тогда вратынский подкинул девлет гирею дезинформацию о том что на помощь к нему идет сорокатысячная армия ивана грозного хан был напуган и 2 августа 1572 года наступил переломный момент хан назначил общий штурм гуляй города невзирая на потери крымчаки пытались разрушить неприступные стены города потеряв массу воинов включая еще троих мурз военных князей у русских защитников полегли последние стрельцы сдерживавших врага оружейным огнем у подножия холма также серьезные потери понесла и дворянская конница тогда девлет гирей принимает решение задавить числом уставших русских всей конницы велено спешиться и атаковать в пешем строю вместе с чарами не участвовавшими до этого в битве выстилая холм трупами крымчаки и турки яростно лезли на стены гуляй города рубили их саблями пытались расшатать руками на смену павшим хан бросал в бой все новые волны своих воинов но крымчаки начали выдыхаться и когда их натиск стал ослабевать тогда воевода воротынский через прикрытие оврагов вывел из гуляя города конницу с целью зайти в тыл врагу в городе же под командованием хворостинина остались казаки пушкари и наземная гвардия мушкетеры ивана грозного они подпускали врага без выстрелов враг по трупам долез до стен города и тогда последовал страшный залп из всех пушек пищали ружей прямо в упор после этого стены гуляя города упали и защитники ринулись в бой сражаясь на саблях и в этот же момент стыла ударила конница воротынского крымчаки не ожидали что у русских оставались хоть какие-то передвижные войска и такое количество свежих сил они решили что к русским подошли на помощь новые войска с одной стороны мощный залп артиллерии и огнестрельного орудия с другой стороны русская конница от внезапного удара с двух сторон враг запаниковал не выдержал и бросился бежать вылетевший из города русской конница гнала и рубила бегущих потери были огромные был уничтожен последний двухтысячный арьергард хана стоявший у аки погибли все семь тысяч и и нычар большинство крымских мурс а также сын внук и зять самого деволет гирея множество высших крымских сановников попало в плен из более чем ста тысячного войска до крыма добралось не более пятнадцати тысяч павшие же русичи были захоронены в братской могиле сей день принадлежит к числу великих дней нашей воинской славы карамзин история государства российского так в плане тактики и стратегии было выиграна уникальная разработана иваном грозным и князем воротынским грандиозная молодинская битва это было избавление руси от наземного ига и была пресечена последняя попытка восстановить это иго и починить россию и русский народ создав из него турецкого вассала некоторые историки и исследователи ставят молодинскую битву в один ряд с куликовской битвой на наш взгляд поставить в один ряд эти баталии по крайней мере некорректно по той причине что куликовская битва представляла из себя центральное событие развязанное на территории руси и по некоторым данным считается первой гражданской войной о чем собрано достаточное количество свидетельств даже владимир путин еще в 2004 году в одном из видео выступлений отмечал что нельзя столь однозначно оценивать это событие там очень интересные наблюдения есть по поводу того кто с какой стороны воевал и да да там любопытно там и с одной и с другой стороны были русские полки и с одной и с другой стороны была татарская конница которая русскими использовалась как главные ударные силы это любопытные страницы нашей истории которые сегодня мы можем на посмотреть без всяких и логических предрассудков младинская битва 1572 года лета 7080 это ключевое событие героического прошлого руси это была самая крупная битва на территории средневековой руси показавшая славу русского ратного мастерства с применением необычных тактических приемов и высочайшей эффективности достигнутых обороняющейся стороной несмотря на огромное количество неблагоприятных факторов русские воины отстояли суверенитет и независимость русского государства когда вообще стоял вопрос о дальнейшем существовании страны была сорвана очередная крупномасштабная попытка порабощения и полного уничтожения русского народа руками крымского ханства и османской империи эта битва показала примеры героизма и возмездия русских воинов готовых биться до самой смерти до полной победы над вероломным агрессор и еще один урок молодинской битвы хотелось бы особенно выделить наши воины очутились в казалось бы самые безнадежные обстановки когда все было против них многократное подавляющее превосходство врага не оставляла надежду на помощь от кого-либо надеяться оставалось только на себя и ведь они не просто выстояли а еще и сокрушили врага значение молодинской битвы просто нельзя преуменьшать тем более учитывая поправки на древность события его можно только замолчать в школьных учебниках информация молодинской битве полностью отсутствует 2 августа 2016 года исполняется ровно четыреста сорок четыре года со дня битвы при молодях битвы преданы забвению это великая победа русского войска спасшего москву и россию о которых не принято вспоминать победа которая позволила обезопасить южные границы нашей родины на долгие годы иван грозный объявил москву третьим римом где четвертому не бывать и все мировые мировые державы пристально следили за всем что происходило в русском царстве и геополитическая победа русских приобрела значительный вес на тогдашней мировой арене придав авторитет как могучие державе так и победоносному царю ивану четвертому что вы можете сказать о молодинской битве битва когда крымский хан девят гирей напал на собственно хотел заходить москву очень как он говорил князь ивана он еще называл князем князя ивана в кандалах уйдет тебе во дворец битва при молодях это битва с русских войск недалеко от москвы против крымских татар под командованием и в лет гирея в леде гирея считается одно из так одна из серьезных сражений на 100 веке ибо после удачного похода на москву крымских татар кинский хан 72 да сам крымский хан просто шел уже с формулировкой будем восстанавливать вассальную зависимость россии а Субтитры создавал DimaTorzok